МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня глава Республики провел ряд рабочих встреч, вопроса санитарно-эпидемиологического благополучия населения Михаил Игнатьев обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой. Глава Республики выразил признательность Роспотребнадзору и его управлению по Чувашской Республике за эффективное сотрудничество в решении важных проблем. Предписание, то, что выписывают, я всегда солидарен, потому что это дает нам соответствующие импульсы, чтобы мы бдительность не теряли должностные лица органов власти предприятий, учреждений, всех форм собственности, чтобы они делали правильные выводы и дальше исправляли ситуацию. В ходе встречи было отмечено, что сегодня особое внимание необходимо уделить качеству продуктов питания, обеспечению полноценным рационом детей. Руководитель Роспотребнадзора отметил успехи, достигнутые в регионе по целому ряду направлений. Это и результаты по демографическим показателям, это результаты по профилактике и противодействию развития инфекционных заболеваний, это очень хорошие результаты по организации пребывания детей в организованных коллективах, в детских садах, в школах, по организации питания в детских садах и школах, по, безусловно, стремительно улучшающемуся качеству питьевой воды, подаваемому потребителю и очень хорошему состоянию атмосферного воздуха. Это, безусловно, нельзя не отметить на территории Республики Чуваши. С временно исполняющим обязанности начальника Центрального регионального центра Министерства России по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийной бедствии Олегом Баженовым и начальником Приволжского регионального центра МЧС России Игорем Паншиным глава Республики обсудил вопросы безопасности в летний период. Глава Чуваши отметил, что в этой области налажено сотрудничество. В последние годы в Республике не было больших лесных пожаров. Олег Баженов дал высокую оценку работе системы предупреждения ликвидации ЧС в регионе и мерам по обеспечению безопасности детей. То, что касается безопасности детей, конечно, это очень волнует, это очень важно. И вы знаете, наш министр выделяет этому постоянное внимание. И детские оздоровительные лагеря, и партнернаты разные, и семейные. Поэтому у нас ряд мероприятий в этом плане проводились. Были специальные, называли, когда-то безопасности детей, на подъеме, почти не было, и так далее. Мы знаем, что у вас эта работа проводится. Мы вчера прошли водой, мы посмотрели, пряжи у вас готовы, красивые, песок шикарный, все оборудовало. На встрече также обсудили вопросы реконструкции здания Главного управления МЧС России по Чувашской республике по переулку Огнеборца в Чебоксарах. Открытая Волга-2016 – так называется первый международный творческий фестиваль территориального маркетинга и рекламы, который открылся в столице Чувашии. Подробнее Ольга Пырочкина. Большинству российских регионов есть, что показать туристам. Только вот кроме самих жителей об этом мало кто знает. Как подать себя, создать имидж региона и заинтересовать потенциальных гостей, не раскрывая всех карт. Этим темам посвящен фестиваль «Открытая Волга-2016». В течение трех дней с 15 по 17 июня в Чебоксарах будут проходить круглые столы, семинары, мастер-классы специалистов маркетинга и рекламы из разных регионов России, Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксар-арена торжественно открыли фестиваль показали гостям, кто и что может стать или уже является визитной карточкой Чуваши и Чебоксар. Прославленные земляки, традиционная национальная кухня, конфеты известной марки, перечень будет расширяться. Сегодня мы слышим сейчас на этом фестивале, что многие впервые приехали в Чебоксары. И приятное открытие было для них. То, что действительно город уникальный, город гостеприимный, город чистый, благоустроенный. Проведение этого международного фестиваля впервые, который в России проходит в Чебоксарах, это, конечно же, тоже символично. Это подталкивает нас, что туризм нужно развивать. Речь, наверное, идет об узнаваемости региона, города. И, соответственно, какие-то, может быть, рекомендации будут выданы профессионалам, что нужно сделать в дальнейшем для развития бренда республики. Это то, что касается научной части. На практике от фестиваля ожидают подписание ряда контрактов между регионами в области туризма. ЛГП Рычкин, Андрей Спиридонов, Республика. Реклама – двигатель торговли, но временами она больше напоминает войну, которую экономика ведет против людей. Что противопоставить недобросовестной рекламе? Как решаются аналогичные проблемы в странах-участницах Союза независимых государств? И какова роль общественных организаций в обеспечении достоверного информирования потребителей? Эти и другие вопросы обсудили на заседании Межгосударственного Совета по антимонопольной политике и Консультативного Совета по защите прав потребителей. Несмотря на разногласия и споры, которые то и дело вспыхивают на постсоветском пространстве, у стран-участниц СНГ гораздо больше общего, чем можно себе представить. Транспорт, энергетика, культура, наука. А еще у нас общее рекламное поле, на котором надо играть по правилам, одинаковым для всех. Чаще всего нарушается право потребителя на достоверную информацию. И примеров участники совещания привели множество. Один из сотовых операторов настойчиво предлагал смартфон по приятной цене. И выяснялось, что данная сумма действительно была таковой, но при необходимости обязательного подключения ежемесячной платы как минимум на два месяца. Соответственно, цена товара была очевидна не та, которая заявлена в рекламе, а соответственно составляла большую сумму. Данная информация была доведена до потребителей, ну формально была, поскольку в рекламе в телевизионной были мелким текстом написаны дисклеймеры, которые и очень недолгое время присутствовали в рекламе и очень мелким мышлевистом приводились, соответственно они не воспринимались. Дискуссия специалистов, хорошо понимающих друг друга, развернулась вокруг рекламы безалкогольного пива. Анна Попова напомнила кадровый состав Роспотребнадзора в основном врачи, и проблемы алкоголизации населения их волнуют ничуть не меньше, чем Минздрав. Между тем, производители рекламируют не столько 0 градусов, сколько сам пивной бренд. Мы видим обратное, мы видим продвижение бренда пивного, алкогольного, используя уловку 0%. Поэтому я бы вот о чем вас попросила, еще раз обратиться к этому вопросу, если можно, и если нужны какие-то экспертизы, не знаю, психологов, наркологов и людей, которые имеют специальные знания, мы готовы помочь всем, чем мы можем помочь, если вам наша помощь нужна. Мы оценим вот это воздействие на публику с точки зрения восприятия, и действительно спасибо огромное за предложение привлечь психологов, я думаю, что мы приведем еще и соцопросы, с тем, чтобы понять, насколько действительно потребитель воспринимает этот 0 как 0. Отдельная тема – мелкий шрифт. Единственная возможность наказать производителя за ненадлежащую форму подачи информации, когда реклама идет по телевидению. Здесь УФАС категоричен – невоспринимаемая информация признается отсутствующей. А вот на этикетках с продуктами печатать можно любым шрифтом, даже если потребитель не сможет прочитать его проблемы. Информация есть. Словом, вопросов, требующих обсуждения консолидации, достаточно. Программа фестиваля включает множество дискуссий круглых столов. Вполне возможно, что какие-то решения будут найдены уже в эти дни. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Напомним, в столице Чувашии проходит совместное выездное совещание секретаря Совета безопасности России и полномочного представителя президента России в ПФО. Сегодня его участники побывали на предприятиях, обеспечивающих экологическую и информационную безопасность. Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» входит в состав ведущих концернов авиаотрасли и производит системы и комплексы для различных модификаций самолетов. Помимо этого, предприятие успешно работает на рынках автомобильной электроники и железнодорожной техники, пояснил руководитель предприятия Андрей Углов. Гости ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции в заводском музее. Посмотрели, как работает цех производства печатных плат. Сегодня современное оборудование позволяет производить сложнейшую электронную и электротехническую продукцию. Сегодня же участники совещания посетили научно-производственное предприятие «ЭКРА» — единственное российское предприятие, предлагающее заказчикам в сфере энергетики и промышленности собственной разработки микропроцессорных устройств. Гости также побывали на полигоне твердых бытовых отходов в Новочебоксарске. Николай Патрушев обсудил с Михаилом Бабичем и главой Чувашей Михаилом Игнатьевым оборонный потенциал предприятий республики, а также вопросы защиты от киберугроз. Высокую оценку получил и проект по утилизации мусора. Николай Патрушев отметил необходимость дальнейшего внедрения инновационных технологий в систему безопасности и утилизации твердых бытовых отходов. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. О необходимости определить приоритеты развития Чувашей на ближайшие годы высказались республиканские единороссы. Дан старт общественной дискуссии, которую назвали «Чувашей – регион комфортного проживания». По словам лидера Чувашских единороссов Николая Малова, в своей работе они будут придерживаться проектного принципа, столь хорошо зарекомендовавшего себя в последние годы. Это и проект «Детские сады детям», и ремонт школьных спортзалов, и многое другое. А вот более подробно точки приложения и усилий должны обозначить избиратели. Для нас очень принципиально, что этот проект, эта программа будет формироваться не где-то в стенах регионального исполкома, закрыто. Мы сегодня об этом ответственно говорим, выходим на дворовые площадки, выезжаем в сельские поселения. И для нас очень важно сегодня широкое обсуждение тех проблем, которые существуют у нас в республике, да и в Российской Федерации в целом. Партия и раньше опиралась на наказы избирателей. Эта практика себя полностью оправдала, подчеркнул глава Чебоксар Леонид Черкесов. Например, в прошлом году больше половины наказов жителей Чебоксара удалось выполнить до Нового года. Собранные предложения и пожелания обсудят в экспертных сообществах на форумах и круглых столах. Таким образом единороссы определяют приоритеты развития Чувашии. Конечно же мы понимаем, что на каждой встрече поднимается проблема дорог в этом году. И эту проблему, конечно же, в комплексе, участвуя в федеральных программах, мы должны решить. Понимаем, что проблема ЖКХ, проблема здравоохранения. Конечно же мы должны активно участвовать во всех федеральных программах, которые у нас есть. Летом большинство школьников проводят каникулы в загородных лагерях. В этом году в них побывают около 10 тысяч ребят. Какие созданы условия для отдыха и развлечений и насколько оздоровительные учреждения соответствуют утвержденным стандартам, узнавала наша съемочная группа. Дни, проведенные в лагере Бригантина, не похожи один на другой. Творческий бульвар работает постоянно, перерыв только на обед и сон. Фотодело, лепка, студия танцев, каждый найдет для себя что-то интересное. Всего в лагере пять отрядов. Они сформированы по возрастному принципу. Многие из ребят приезжают сюда не первый раз. Я отдыхаю здесь с пяти лет. Мне здесь очень нравится. Здесь все очень интересно проходит. Это мой любимый лагерь. В Бригантине каждый год что-то новое. И когда ты приезжаешь, всегда как-то неожиданно получается. Но вот в этом году добавили новые фишки. У каждого экипажа есть своя фишка. Это очень-очень круто. За досуг ребят отвечают профессионалы. Все вожатые прошли обучение и получили сертификаты. Это безусловное состояние души. И вожатой я работаю уже три года. Это далеко не первая смена. Для меня быть вожатым – это получать тепло, поддержку от своих детей. Они каждый раз уникальны и каждый раз такие потрясающие. Это просто волшебно. Я тебя люблю. Еда, я тебя люблю. Как хорошо, что ты моя. Еда, я люблю. За качество еды в лагере отвечает комбинат школьного питания. За здоровье свой доктор. Недавно сделали ремонт в комнатах, обновили мебель. Не забыли и о безопасности. В коридорах установлены камеры видеонаблюдения. Так что летний отдых юных чебоксарцев находится под контролем взрослых. В этом году путевки за счет средств столичного бюджета получат около 800 школьников. Татьяна Леонидов, Расиль Мухаммедов, Республика. Июнь заметно пополнит календарь спортивных мероприятий Чувашии. Сегодня завершился летний этап фестиваля ГТО. В предстоящие выходные в Чебоксарах пройдет Олимпийский день. Кроме этого, столица Чувашия готовится принять предолимпийский чемпионат России по легкой атлетике. Подробнее о самых значимых спортивных событиях месяца говорили на пресс-конференции в Министерстве спорта. «Заряди наших на победу в Рио». Именно под этим лозунгом пройдут выходные в столице Чувашии. Поддержать сборную страны жители городов и сел планируют в рамках 27-го Всероссийского Олимпийского дня. 18 июня на стадионе Олимпийский пройдут массовые забеги, велопробеги, зарядка, соревнования по уличному баскетболу, пляжному волейболу и показательные выступления спортсменов. Хотим кинуть такой клич, что первых 20 человек, которые придут в физкультурно-спортивный комплекс в районные центры в городе, получат диплом от Олимпийского совета. С 20 по 23 июня на стадионе Олимпийский пройдет чемпионат России по легкой атлетике. По его итогам будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ожидается у нас участие более тысячи спортсменов из всех регионов России. Судя по информации, которую получаем все вместе в новостных лентах, ожидается участие всех лидеров сезона, лидеров всероссийского рейтинга. Надеемся, они будут отбираться на Олимпийские игры. Но в любом случае, событие это значительное для всей России. При любом раскладе это будет самый крупный чемпионат России этого года. Хозяева соревнований также примут участие в борьбе за путевку на Олимпиаду. Сборную Чувашии представят 38 спортсменов. Тренеры огласили задачу минимум – заработать одну-две золотые, серебряные и бронзовые медали. Конечно, пока о поездке в Рио российской команды по легкой атлетике говорить рано. Но уже в эту пятницу, 17 июня, в Вене состоится Совет Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций и ААФ, где будет оглашен окончательный вердикт. Очень хотелось бы, что здравой умы Всемирной Ассоциации Легкоатлетики и ИВАДы придут к консенсусу и допустят наших спортсменов на Олимпийские игры. Потому что недопуск наших спортсменов – это просто-напросто, скажем так, неуважение Олимпийской хартии и российским спортсменам, которые достойно будут выступать спортсменам мировой державы. Во время чемпионата России по легкой атлетике состоится лотерея по билетам, различные розыгрыши и, конечно же, будут подарки. А уже 25 июня стадион примет чемпионат России по спортивной ходьбе. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Лето – это сезон походов на природу, катаний на велосипедах и роликовых коньках. А значит, пришло время разбитых коленок, вывихов и переломов. О том, где можно получить неотложную травматологическую помощь без очередей и как защитить окружающую среду в наших следующих сюжетах. А я с вами прощаюсь. До свидания. Если вы обращаетесь в травмпункт, то, как правило, между подскользнулся и упал. И тем, когда вам наложили таки гипс, проходит много времени. Сначала очередь на прием к врачу, потом на рентген и в процедурную. Неотложную травматологическую помощь в комфортных условиях оказывают в клинике медик. Чтобы попасть на прием, достаточно позвонить и кратко описать проблему. Мы оказываем травматологическую помощь как взрослым, так и детям при переломах, при ожогах, обморожениях. Также мы проводим хирургические операции по долине металлоконструкции. Мы используем индивидуальный подход, современные расходные материалы. В клинике имеется современное диагностическое оборудование, цифровая рентгенография, ультразвуковые методы исследования. Специалисты медика оценят ситуацию. При необходимости, например, переломе, обездвижить конечность, облегчать боль и сразу направят на обследование. В данном случае в рентген-кабинет, который находится здесь же, на первом этаже клиники. На снимке мы видим переломную часть эпичную месть. Это довольно-таки частая травма. Ведь когда человек падает, он страхуется, защищает свое тело, выставляет руки вперед. Следственно, весь вес тела переходит на одну руку. И как следствие – перелом. Для пациента в клинике «Медик» перелом не означает месяц в тяжелом гипсе без гигиенических процедур. Здесь используют современные материалы. В частности, пластиковые или, как их еще называют, полимерные гипсы. Они больше похожи на бинты, однако надежно фиксируют конечность и не вызывают аллергии. У них очень много преимуществ над обычным гипсом. В плане того, что они намного легче, в несколько раз легче. То есть нет давления вниз, травмированные конечности. В них можно мыться, они очень прочные. Не доставляют дискомфорт пациенту. Еще одно преимущество – возможность выбрать цвет гипса, например, телесный. Будьте здоровы, но если что, на помощь всегда придет медик. Город Чебоксары, улица Тополинная, 11А. Записи, более подробные информации по телефону 237723 и на сайте mcmedic.ru. Помните правила маленького принца? Встал по утру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Это правило взяли за основу учащейся 5-й столичной гимназии и провели эко-субботник. Сейчас мы нашли для себя место, вот этот замечательный ботанический сад. Я думаю, что это перейдет в некий социальный проект. Мы и думаем взять этот ботанический сад как шефство над этим садом. Придумать интересные таблички, которые бы останавливали людей от того, чтобы они не бросали мусор. И, возможно, смоделировали такие контейнеры, где хранятся мешки, чтобы любой отдыхающий мог бы этот мешок взять, собрать свой мусор и унести. Привить детям любовь к природе, ответственной за ее состояние. Такую задачу ставит перед собой педагогический коллектив гимназии. Это им удается. Ученик 10-го класса Андрей Равенюк всерьез занялся исследованиями в области экологии. Это принесло свои плоды. Школьник представил свой проект на 12-м всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Менделеева в секции исследования по экологии и географии. И победил. Этот проект заключается в изучении качества воды и степени загрязнения и способности очищения рек Каганары и Кокшумка. Проблема вообще загрязнения малых рек достаточно актуальна, потому что мониторинг сейчас в основном ведется только за крупными водоемами, а небольшим водоемам уделяется недостаточное внимание. И получается данный проект заставляет обратить внимание на проблему малых рек. У нас в Чувашии целая густая сеть малых рек. Это более 3000 этих рек. А вы знаете, что вода это источник жизни. И с малой реки начинается большая река Волга. Поэтому проблема качества питьевой воды, она всегда была важна для людей. Ну а почему именно река Кокшум? Вообще у нас малые реки, скажем так, мало исследованы. И поэтому вот то место отдыха, которое вы сейчас здесь видите, настолько привлекает горожан. Но, к сожалению, мы после этого отдыха видим сильную антропогенную нагрузку. Наука и экология требуют знаний во многих смежных отраслях. Химии, биологии и прочих. Помогать природе задача не из легких. И Андрей это прекрасно понимает. Ведь изучая одну частную проблему, есть шанс решить глобальную. Например, очистить малые водоемы. Музыка. 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 Музыка.